Добрый вечер! Как известно, мы рассматриваем какие-то аспекты Торы перед праздником этим. В частности, я хочу сегодня подчеркнуть некоторое положение, которое связано со злословием, некоторую идею. На самом деле, идея очень простая, однако очень важная. Она именно во прилетном ракурсе коррелирует с праздником Шавот. Для того, чтобы все изложить, я начну сейчас с... Первый час мы сегодня сделаем небольшую, я очень-очень надеюсь. Я начну с такой притчи, истории. Как известно, во время 150-200 лет назад, когда в России форма жизни была немножко другая, в общем, было много цыганей, которые зарабатывали на пропитание тем, что они играли на дудочке, и обычные бурые медведи танцевали вот эту дудочку, и как бы за то, что они так выдрессировали, им давали деньги. Вот, я немножко вопрос-то, но это нам достаточно. Вот. Вопрос наш, что же не вопрос, а в принципе, как можно выдрессировать медведя, присадить под дудочку, как это делается? Оказывается, способ, метод, который они использовали, он совсем несложный, а именно следующий метод. Они брали этих медведей, как правило, воровали, маленьких детенышей, называется, как это называется? Ну, детеныш медведей, гурина, я говорю, ты, а как? Медвежата. Медвежата, вот, совсем маленьких. Вот, дальше они делали такую не очень, как бы, человеческую вещь, однако, тем не менее, так они их дрессировали. Они помещали в такую комнату, где были раскаленные угли, и медведи вынуждены были вот эти, медвежата, быть там. Вот, поскольку на горячих углях невозможно стоять. Они должны были все время, это вынужденный такой инстинкт, прыгать с ноги на ногу из-за боли, даже, наверное, кричать, все из-за того, что это самое, из-за того, что им было, палило. Вот. В это время цыгане играли на дудочке, то есть дрессировщик. Игра на дудочке. Вот, таким образом происходило определенного рода ассоциативное влияние на, как я не знаю, мозг, или, по крайней мере, на какое-то восприятие, которое есть у даже у животных. Вот, происходила такая ассоциация психологическая, что когда играется на дудочке, это происходило очень-очень много раз. И у медведя, когда он вырастал, вырабатывалась такая ассоциация, что когда играют на дудочке, то нужно прыгать. То есть, на самом деле, это было против его воли. Он запоминал это в подсознательной форме такой. Вот. И поэтому, поскольку, как бы, вначале он, 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 как сказать, от того, что ему, как сказать, горячо было, он прыгал. А в конце концов, он каждый раз, когда он был горячем, прыгал, его, это самое, играли на дудочке. И так у него создалась такая связь подсознательная, что когда играют на дудочке, нужно прыгать. Вот. Потом они вырастали, и, безусловно, уже это самое. Уже не нужно было этого всего. Однако, тем не менее, эта ассоциация подсознательная осталась. Поэтому получались такие дрессированные медведи. Опять же, это по Торе, это запрещен такой метод. Однако, тем не менее, это исторические, как бы сказать, факты, исторические наследия, которые было. Вот. Что получились такие медведи, уже взрослые медведи, которые, когда играли на дудочке, они начинали прыгать, там, реветь. И со стороны казалось, что это, как будто они делают какой-то, прям, пляшут, или такое, делают представление. Никто не знал, на самом деле, какая, в принципе, как сказать, экзари, так сказать. Жестокая за этим стоит. Однако, это, в принципе, не так важно. Нам важно, есть такое понятие, ассоциативное влияние на природу человека. Вот. В принципе, для чего это все привел? Только для того, чтобы, как бы сказать, подчеркнуть, что сегодня я хочу определить определенную идею, как я сказал, с точки зрения злословия, вот, и связать это ассоциативно с праздником Шавот, так, чтобы у нас, по крайней мере, запомнило, что это простая, очень простая идея, однако очень простая, базовая и важная идея. Она у нас ассоциировалась с праздником Шавот настолько, что даже если можно, если кто-то это слышит урок, ну, как в прямом эфире, или в следующей неделе, перед праздником Шавот, чтобы праздник Шавот у нас зажглось на секундочку, вот это вспомнили, мы таким образом могли связать это с праздником Шавота и, как бы, впитать вот это на ассоциативном уровне, чтобы это нам помогло в течение всего года уберечь, насколько можно, от злословия. Надеюсь, что идея понятна. В любом случае, сейчас я, так сказать, перехожу к тому, что определю некоторую идею самого праздника Шавот, безусловно, есть много разных плоскостей, сторонниками, на это можно смотреть, праздник дарования Тары и так далее, и так далее. А нам важно вытащить определенную идею, рассмотрим саму по себе, и потом, как я скажу, эту связь, и потом покажу, в принципе, надеюсь, на эту ассоциацию этой идеи с праздником Шавот, и так мы продвигаемся. Для того, чтобы перейти к тому, что я скажу, начнем с такого вопроса. Вопрос, в принципе, основан на определенном, маленьком знании особенностей праздника Шавот. Я надеюсь, что все или многие знают, и в любом случае это подчеркиваю. Праздник Шавот принято учить Тары ночью. То есть люди смещаются с собой. Один из дней в году, когда ночью бодрствует, всю ночь учат Тору. То есть для этого человек, который знает свою природу, должен немножко поспать, или даже немножко поспать перед днем, перед ночью Шавот. И ночью учат Тору, потом молятся молитвы, раннюю молитву, называется Ватиким. И вот, и получают, читают этот отрывок о даровании Тары. И происходит эта вот шавотняя молитва. Заканчивая молитва, как правило, люди приходят, делают кедушь и ложатся спать. Что нам важно? И досыпают то, что они не доспали ночью. Вот, как правильно. Условно, это не обязанность. Такое и такое обычай. Принято так. Опять же, каждый в меру своих сил. Кто-то спит там. Кому-то нужно, чтобы взбодриться, проспать хотя бы один час. Можно. Не то, что можно. Так принято. Каждый знает, по крайней мере, спросит, как правильно делать. Однако такой простой мингаль, простая традиция. Не спать, а учиться ночью Шавот. Это как бы данные, которые основаны, что сейчас мы это знаем все. Учим Тору. То есть каждый в своем уровне. Есть, который учит специальный сборник. То, что нужно учить. Есть, который просто учит обычно. В Хевруте учат Талмуд. Каждый что-то учит. Это даже искать это уроки. Это что касается особенностей ночи Шавота. Вопрос следующий. Вопрос, мы находим еще одно такое место. Несколько, по крайней мере, одно, которое я подумаю. Когда видим в законе, что есть иньян, то есть не спать. Закон приводит, что это не запрещено, однако большое дело не спать. Когда это в день, по крайней мере, в первый день Роша Шана. В начале еврейского Нового Года, в первый день, есть большое дело не спать. Однако, сказано, что человек, который, допустим, тем не менее, то есть человек, если хочет спать, не может себя удержать, он идет спать. Беречь этот человек, который может удержаться, желательно не спать в первый день еврейского Нового Года. Есть объяснение на это, я в этом не вхожу. Я в данном случае только сконцентрируюсь на самом факте. То же самое, не то же самое, а по крайней мере, аналогично тому, как не спят ночь шавота, так же принято не спать весь день в Роша Шана. Вместе в виду, весь день, не ночью, а день кипшуто, то есть день, когда день, то есть с утра и до вечера. То есть это имеет приложение, когда есть люди, которые там устают или привыкли спать днем или просто от напряженных молитв хотят отдохнуть. Тем не менее, есть такой, сказать, ньян, хорошо не спать. Тем не менее, мы находим в еврейском законе такое интересное отношение к этому. Человек, однако, если человек не спит, выполняет это, но он, называется, он бодрствует, однако бездельничает. Я не знаю, такое выражение, или дурака, или даже меньше того. То есть, как бы он ничего не делает, занимается, склоняется безделой, он пусто проводит время. Нам говорит Аллаха, он взял закон, говорится, говорит, что такой человек, он как будто спит. В принципе, он как будто спит. Другой говоря, человек, который чувствует, что ему нечего делать, он все равно, это самое, лучше пусть он идет спать, потому что это все равно как будто спит, по крайней мере, наберется сил. Тем не менее, в шавот, в шавот, опять же, мы учим Тору, есть, большое дело не спать, но даже человек, который, условно назовем, склоняется бездела, мы не находим в еврейском законе, что к нему так относятся, что он как будто бы, это самое, как будто спит. То есть, несмотря на то, что он склоняется бездела, или там, насколько там, чуть-чуть учится, чуть-чуть гуляет, чуть-чуть, там, очень много, есть всяких явств, которые там, богатые люди поставляют, для того, чтобы людей поддержать, стимулировать, чтобы они тут всю ночь продержались, и он там все постоянно пьет, кушает, разговаривает, тем не менее, это ему засчитывается, что вот эту вот ночь шавота, он не спал, вот, и нету к нему такое, как бы сказать, отношения, что склоняется бездела, как будто спит. Вопрос, почему, то есть, что такого особенного в шавоте? Для того, чтобы это немножко понять и продвинуться в нашем изложении, я сделал это поэтапно, несколько таких идей. Во-первых, чтобы подойти и обосновать то, что хочу обосновать. Во-первых, так, в книге Мишлей, притчи Соломона есть очень интересные комментарии Вилетского гоно, в принципе, интересные, в частности, в конце, ближе к концу, в предпоследнем параграфе, Вилетский гоно пишет, что относится к определенной точке, пишет такую интересную вещь, что Муша Робейну, то есть Муша, которой, в принципе, через него была дарована тара, он как бы подарил, я так условно говорю, примерно, четыре больших подарка, народу Израиля, нашему еврейскому народу, четыре подарка. Какие это подарки? А именно, первое, он, или, как бы так сказать, сделал четыре больших дела. Первое, он рассек море, во время, когда был выход из Египта, то есть, благодаря его, благодаря его заслугам, он был тот, который, в принципе, это все, как бы, завел, рассечение моря. Второе, он способствовал, правильно сказать, способствовал тому, что ман, падает ман, принял небесную пищу ман, вот, третье, он даровал Тору, четвертое, он даровал Скрижане, так пишет Гаверинский Голл. Вопрос наш, не такой тяжелый вопрос, а много темное, определенное наблюдение, или на что можно обратить внимание, что, вроде бы, Тора и Скрижане, это одно и то же, то есть, как происходило, в Шавод была та Натура, после этого, как бы, Мушар-Эбену поднялся, был 40 дней на, там, говорят, на небе, в принципе, духовное у него было поднятие, был Творца, Творец был на Училторе, и потом он спустил, спустил вот эти Скрижали, вот, и спустил Скрижали, с первыми Скрижалами была проблема, потому что был этот, хетаегель, вот этот, как это называется, я не знаю точно, ну, корова или бык этот, которого сделали, поклонились, хотели ему поклониться, вот, а потом, соответственно, первый Скрижали Мушар-Эбену разбил, потом он поднял, потом поднялся на 40 дней второй раз, вот, второй раз он просил прощения, и третий раз на 40 дней поднялся, для того, чтобы получить вторые Скрижали, и в емкий плод, в судный день, были получены вторые Скрижали, вот, однако им, как бы, суть этих Скрижалей, это было определенного рода конспекты, или выжимка, там, там находилась, в принципе, основная, как бы, Тора, которая была получена в Шарбот, она была записана на этих Скрижалях, то есть, кругом говорят, Тора и Скрижали, это, как бы, одно и то же, вот, так, вроде бы, можно было бы понять, вот, однако, продвигаемся дальше, как бы, первое положение, как бы, центральное, которое мы сегодня поймем, что, оказывается, Тора и Скрижали, это не одно и то же, Тора и Скрижали, они были получены в разное время, мы отнесемся к, есть само по себе интересный разбор, какая разница между первыми Скрижалями, и вторыми скрижалями, и очень много с разных сторон относятся к этому вопросу наши мудрецы. Однако для нас достаточно, что были вот эти вторые скрижали, которые, в принципе, основные. Есть, в принципе, принципиальная разница между Торой, которая была получена в праздник Шавот, и скрижалями вторыми, которые были получены в праздник Вьем-Кипур, в Судный день. Для того, чтобы это, как бы здесь, у нас, я могу так условно выразиться, есть дверка, в которую можно войти и очень много, как сказать, узнать вещей, и, как сказать, даже не какой-то цикл лекций на этом построить, понять, что такое Тор, что такое скрижали, как это все опять же, и то, что я вот это пропустил, кажется, между первыми и вторыми скрижалями, вот эту дверку я немножко оставляю, что я только беру вот этот конспект, как бы оттуда я беру важную вещь, из этой дверки, из этого такого зала, в который можно было войти и обсуждать, то я беру важную вещь. В чем принципиальная разница между Торой и скрижалями? Оказывается, в оплетном таком немножко сжатом ракурсе, однако нам важным, и который для нас будет более-менее достаточным, вот, центральная разница между Торой и скрижалями это в том, что, как бы, Тора, она собой отражает внешнюю сторону Тора, а скрижали, они, грубо говоря, собой отражают внутреннюю сторону Тора. То есть, мы знаем, в любой вещи есть внешняя и внутренняя, в любой вещи, то есть и внешняя, это боль, на самом деле внешняя и внутренняя, они находятся в такой зависимости, это не всегда, как бы, допустим, в человеке есть тоже внешняя и внутренняя, однако даже, даже во внутреннем, в мире человека, в самом внутреннем мире есть тоже внешняя и внутренняя, и так далее. То есть, как любая вещь, любая сущность, ее можно разделить и более-более-более, как сказать, деликатной. Всегда будет такое понятие внешнее и внутреннее. В любом случае Тора тоже делится на такое понятие внешнее и внутреннее. Так вот, Тора, которая была дана в праздник Шавот, и, я немножко отхожу, однако одна из причин, почему я сюда вхожу и поднимаю, что мы больше поняли суть праздника Шавот по природному такому ракурсу, который нам важен. Вот, Тора, которая была дана в праздник Шавот, это, в принципе, в духовном таком субстанции выражает в себе внешнюю часть Туры. А вот эти вот скрижали, которые были добавлены и даны в праздник Йом-Кипур, после всех происшествий, которые были, я сказал, что первые скрижали, потом, после того, что евреи согрешения были разбиты, потом Пашев поднялся, просил прощения за эти еврейские тары. Весь этот процесс привел ко вторым скрижалам. Вторые скрижали, в принципе, отражают собой внутренний аспект Туры, внутреннюю начинку Туры. Знаете, сейчас поймем немножко лучше. Возьмем приложение нам важное и нам понятное, нам нужное. А именно приложение заповеди. То есть, если мы посмотрим на такое понятие заповеди, то оказывается, у заповеди, поскольку заповеди, который мы выполняем, в принципе, который является базисной, и центральной частью всей Туры, это выполнение заповеди, то если мы, как сказать, копаемся у мудрецов, то мы видим, что у заповедей тоже есть такое понятие. Внешняя часть и внутренняя часть. Внешняя часть заповедей, она более, как бы, она, как бы сказать, более относится, если можно так условно сказать, к празднику Шавлот. Внутренняя часть заповедей, наверное, более относится к празднику, к празднику, или, по крайней мере, с Моэд. Вот, Моэд, как сказать, праздник? Ну, наверное, но в любом случае ко времени вот этого вот судного дня Йом-Кипур. Так вот, что значит в заповедях? Внешняя и внутренняя? Оказывается, внутренний смысл, внешний аспект заповеди, это, на самом деле, само восьмом, просто форма, как заповедь дана, какая ее граница, какая форма выполнения, грубо говоря, какое техническое требование, и самого осознания и понимания, что это, в принципе, повеление Творца, так нужно делать, или так не нужно делать. Такое, как сказать, такое, так нужно вести, или так не нужно вести. Без того, чтобы даже человек пытается копать и понимать, как это влияет, на что это влияет, как это вот духовно понимает. Это, безусловно, есть духовный аспект, духовный багаж, однако это, грубо говоря, я немножко сделал такое отмежевание, вот, грубо говоря, оно к внешней, такое проявление заповедя, оно такого большого отношения не имеет. Внешне нужно знать, как выполняют заповедь. Одевают фиолин, наматывают, опять же, это не значит чисто техническое обезьянное такое выполнение. Человек понимает, что это, допустим, если, например, берем, например, фиолин или сука, например, сука, вот, человек знает, что он, когда сидит в суке, что это все, что происходило, и что это было выход из Египта, и были там, а на некого, вот, как сказать, такие облака, которые их покрыли, как мы это вспоминаем, это вспоминаем выход из Египта. Все, 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 все это, вся эта начинка, тем не менее, относится к внешней стороне заповеди. И, условно, к внешней стороне заповеди также относится сама форма, как строить суку, какая крыша, какие-то тонкости, из каких материалов она пригодна, из каких непригодна, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, опять же, есть духовное тоже во внешнем, однако все это, как бы, внешне. Внутренняя начинка, она вдруг, она вдруг, она в себя включает какие-то более внутренние понимания духовного мира, его строения, и так далее, и так далее, и так далее. И, опять же, я подчеркиваю, что Кшавот это больше как бы ставит акцент на вот эту внутреннюю часть Торы, внешнюю часть заповедей, в то время как скрижали, понятия скрижали, и в принципе, сейчас мы немножко больше немножко увидим, вот, и в принципе вот этот праздник Йом-Кипур, Судный день, он тоже как бы внесет в себя вот этот аспект более какой-то внутренней духовной начинки Торы и заповедей, вот. Теперь, после того, как мы это продвинулись, не такое большое открытие, однако, тем не менее, мы можем увидеть, в принципе, то, что мы спросили, почему, насчет сна в Шавот, а более того, я даже сейчас подчеркну такое интересное, так сказать, наблюдение, можно так сказать. Если мы посмотрим на праздник Йом-Кипур, мы видим, что все в белых халатах и все, как сказать, мирумамин, да, взвышно, духовно поднятые, у всех такое настроение, как говорят, не просто поднятое настроение, именно такой более, все более духовные, даже на лицах это видно, и все, и все, и так далее, и так далее. То есть внешне как бы так мы видим. На самом деле, а в духовном, если мы посмотрим чуть внутрь, мне кажется, что каждый на своем уровне, каждый на своем уровне, один более глубоко, один менее глубоко, один более формально, один там прямо достигает таких озарений, из людей, которые в Йом-Кипур у них какие-то даже пророческие эти самые блестят. То есть мы видим, что во внешнем, как бы, почему? Потому что Йом-Кипур, это именно, он имеет аспект внутреннего, всего внутреннего, что есть в истории. Поэтому только на внутреннем есть разница, а на внешнем, как бы, все одинаковые, все возвышенные, все радостные, все приходят с таким, более-менее одинаковым, с такой, более одинаковым подходом к этому празднику. Есть такой интересный аналог, немножко в другом его, по-моему, лице приводят, однако этим меня здесь тоже подходит, как море. Море, если мы посмотрим, сверху одна вода, то есть видим одинаково. Однако, если углубиться, где-то это более глубоко, где-то менее глубоко, то есть это вещи, которые более скрыты от глаз. Вот. Это, в принципе, почему это так, Йом-Кипур, в соответствии с тем, что мы, надо сказать, открыли, сейчас подняли, это понятно, потому что это, в принципе, праздник, который, кроме всего, там, Чува и все это, это известные вещи, которые все знают. Ни газетами меня приоткрывается нам, что это, в принципе, определенного рода человек привязывается к духовности, которая есть в истории. Вот это, в принципе, праздник, и, по крайней мере, время вот этого, Йом-Кипура. В то время как в шаббот все наоборот, абсолютно наоборот. С точки зрения, что происходит в шабботе, поскольку, грубо говоря, внутренне все одинаковые. Почему? Я имею в виду относительно сути праздника шаббот, внутренний смысл всех одинаковых. А почему? Потому что основной суд праздника шаббота, основной его духовной идеей, это принцип привязанность человека к Торе, привязанность человека к Творцу и к повелению его. Ощущение того, что есть Творец, есть все мы творения Творца. Что мы обязаны выполнять его заповеди, обязаны выполнять его волю. И, соответственно, с этим, не нарушать то, что он ограничил, соответственно, с этим, вот это, в принципе, духовное наполнение, оно одинаковое. Где происходит разница? Разница происходит только во внешнем. Во внешнем, безусловно, есть разница, поскольку, опять же, мы говорим, вот это вот шаббот, в нем есть особенности внешнего проявления понятия Тора, вот есть разница. Кто-то более углубленно, всю ночь он может взять себя в руки, всю ночь он безобведно там учится и, так сказать, весь пылает огнем. А кто-то там немножко учится, а кто-то идет на урок, потом идет немножко поспать, а кто-то, в принципе, идет спать, а кто-то даже идет, как мы сказали, слоняется без дела, только лишь бы продержаться вот эту ночь и дойти до утра. Оказывается, мы спросили, что вот это он слоняется без дела. Мы видим в Рошашана, что человек, который слоняется без дела, на Аллаха пишут, что он как будто спит, нет никакого смысла. Подняли, что было повеление, есть такое повеление в Аллахе, в законе еврейском. Желательно не спать в Рошашана, тем не менее, кто не может удержаться, идет спать. Однако тот, кто слоняется без дела, как будто спит, нет в этом никакого смысла. А в Шавот это не так. В Шавот даже если человек стреляется без дела, ничего там не делает, просто говорит, тем не менее он выполняет то, что он привязывается к внешней саленторе, он привязывается к сам факту, он идет вместе с иерейским народом, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то сильнее, кто-то слабее. Однако в этом суть праздника Шавот заключается в том, что это привязать каждого еврея и весь народ, как говорили когда-то, ки-иши, беля вы хат, ки-иши, одним сердцем, все вместе, все это весь мир, привязать его к Творцу. Привязание к Творцу, оно не подразумевает, оно не требует какого-то большого духовной начинки. Духовная начинка – это как бы аспект скрижали, который, мы сказали, относится ко временем Кипура. А в Шавот это именно основная идея, вот эта простая привязанная история, осознание, что есть заповеди, мы обязаны выполнять, в каждом, насколько может, в меру своих сил. Здесь я немножко ставлю три точки, она более-менее понятна, то, что я хотел сказать. Что теперь я отсюда вывожу, и теперь нам станет понятна такая вещь. Вот, то есть мы объяснили вот этот вопрос сна, а теперь я просто показываю, что, в принципе, оказывается, что мы, вот если мы смотрим на все наши уроки, на злословие, мы каждый урок пытались, по крайней мере, что какую-то такую более глубокую идею смотрели, там, как это работает, какие-то духовные каналы, или там, разговором человек влияет. Какие-то еще, я даже не помню идеи, однако все мы пытались с разных ракурсов наших мадресов вытащить, общить, сложить и все. На самом деле, если мы так посмотрим по-простому, грубо говоря, злословие – это запрет, и запрет, который нам творец запретил. То есть это, в принципе, запрет, и все другие запреты. Человек, грубо говоря, который злословит, он просто-напросто идёт против Творца, он нарушает волю Творца. Творец сказал, не кушай, не кошерно, человек, который кушает кошерно, против воли Творца. Человек сказал, не делай так, человек, который делает так, против воля Творца. То же самое, без всякого послабления, без всякой какой-то такой замудренной разницы. В принципе, человек, который злословит, он просто, грубо говоря, есть воля Творца, есть, как мы сказали, есть Творец, есть мы все люди, творение его, мы обязаны выполнять его повеление. В этом есть, как бы, если мы, опять же, углубимся, начнем опять отправлять Лид Хакем, как бы сказать, пытаться быть каким-то мудрым, умным больше, мы поймем, что мы будем находить, что это, в принципе, все для нас, для нашего духовного совершенства и так далее. Однако, а простому есть обязанность. Человек, который пришел на работу, он понял, что это его начальник. Начальник от него требует. Дальше он уже может понять, как себя вести, что он выиграет, что он проиграет, как правильно, как не правильно. Однако, первая, азбучная такая, центральная вещь, что есть Творец, и есть Творение. Творение обязана выполнять повеление Творца и не нарушать то, что Творец запретил. И это вот такой, в принципе, грубо говоря, вроде бы такой простой аспект, простой, но важный аспект, который я подчеркиваю, Это для нашей, в принципе, это, можно даже с этого начать все наши уроки, что это можно даже подчеркнули, однако сейчас я подчеркиваю немножко более жирная линия, что в принципе, запомнить это, я ничего такого не открыл, все знают это, однако запомнить факт того, что человек, который вдруг говорит злослово, себя ловит на такой мысли, даже на таком действии, что он говорит «Знаслово», появят на мысли, что я иду сейчас против Творей Павелина Творца, есть Творец, есть Творение, есть заповеди, заповеди не «Знаслово», где я иду, говорю, и делаю, наплевать, что ты сказал, делаю то, что я хочу. Это именно вот этот аспект, что вы так объяснили, назвали, как внешняя часть Торы, которая, в принципе, очень сильно проявляется и является ядроевой коренью в празднике Шавот, как сказали, в праздник Шавот, каждый из нас, прилипаясь вот к этому Торы с простой точки зрения, без какой-то углубленной, без какой-то замудренной. С той точки зрения есть Тора, Тора – это, кроме всего, набор повелений или набор ограничений, и это мы обязаны выполнять, потому что так, 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 как сказать, мироздание устроено, и так Творец от нас требует. Вот, я возвращаюсь к этой ассоциации, которую я напомню, единственное, я всем понимаю, что никого не обидно, это, безусловно, не какая-то не дрессировка, и только я беру только аналог, что то же самое, как вот эти цыгане дрессировали медведей, и как-то пытались им на ассоциативном плане, как бы, внедриться, когда играть под дудочку, нужно танцевать. Что самое, если мы, я не знаю, такое дело предложение, что перед переходом в праздник Шавот, как бы, каждый может посещать какие-то другие уроки, делать какие-то, учит какие-то еще другие вещи, однако мы, наша такая-то там, группа, виртуальная, если можно так сказать, которая учит наши вопросы и старается не злословить. Мы запомним перед праздником Шавот, это факт, что, в принципе, праздник Шавот, это праздник человека, который прилепляется и, как бы, заново меняет батарейки, привязанность к Тории, однако именно с простого такого ракурса повеления Творца делать и не делать. И вспомним, что, поскольку мы очень знакомы злословия, запрет злословия, это запрет, без всяких премудростей, просто запрет. Поэтому, как бы, постараемся, по крайней мере, осознать праздник Шавот, этот факт и, как бы, маленькую такую ассоциативную связь создать, так, чтобы это нам, нас после этого вело, ну, изгод, что-то, как-то, создадутся ситуации, в которые мы, вроде бы, не вольно или невольно попадем вот на этом, в перспективе этого греха. Вспомним, что, в принципе, есть запрет, это запрет, позволяет, как сказать, от нас требуется остановиться. Условно, нужно знать все законы, нужно знать особенности, этим и занимается третья часть. Перейдем сегодня мы сейчас ко второй части. Вторая часть. Мы сейчас тоже уже близимся к концу, в принципе, мы вообще близимся к концу наших уроков. Относительно, то есть, я бы так выразился, что мы переходим, может, так, на финишную, вот так вот, так сказать, финишную прямую. Ну, не совсем еще, действительно, не последние 100 метров, скажем, в марафоне, условно, это последние по несколько километров. Я думаю, что у нас еще 5-6 уроков где-то есть. Вот, в любом случае, мы сейчас в конце повелительных заповедей, которые человек нарушает, 13-я заповедь сегодня, 13-я заповедь говорит просто, говорит так, что если человек злословит и говорит неправду, то есть, мы знаем это уже, что можно злословить и говорить правду, даже когда человек говорит правду, он злословит, однако, если он злословит и говорит неправду, злословие более тяжелой формы, в принципе, более подробно мы это учили в начале наших уроков. Вот. А тогда здесь нам подчеркивают, что если человек злословит и говорит неправду, он, в принципе, нарушает запрет и говорит неправду. Что это за запрет говорить неправду? Запрет говорить неправду учится из такого стиха «Медвар Шекер Треха». То есть «Отдались от лжи». Отдались от лжи. Мы в наших уроках вначале, я вспоминаю, тоже немножко относились к этому. Отдались от лжи или в каком-то ракурсе немножко это беседовали насчет такого понятия «отдались от лжи». То есть в истории нет такого понятия «Трех не требует ни лги», «Трех говорит отдались от лжи». То есть, грубо говоря, это еще более такое, так сказать, продвинутое требование. Не просто не лгать, а даже быть далеким от лжи. И поэтому, безусловно, человек, который говорит злословие и говорит неправду, он нарушает это повеление не лгать, не отдались от лжи. Соответственно, это, в принципе, то, что говорит Хапицхай. Что я хочу здесь сегодня немножко войти и немножко разобрать, в принципе, это вот это вот само понятие «отдались от лжи», а если даже более так сфокусировать. Почему оно от нас требует отдалиться от лжи? Вообще, на самом деле, было бы правомерно спросить, может, даже мы так спросим, что такого плохого во лжи? Ну, каждый понимает на каком-то интуитивном объяснении, что это плохо, некрасиво. А на самом деле, в принципе, где здесь, как бы, подводный камень? То есть, в чем, в принципе, человек, который лжет, говорит неправду? Что он такого, что дем? Понимаю, там, человек, который там ворует, ну, у тебя были деньги, теперь у тебя меньше денег, а воровал. Или там, человек, который там спорит, ну, ухудшает мое настроение. Человек, который лжет, ну, смотря, получил неправильную информацию. Какая разница? То есть, принципиальная разница. Немножко, конечно, утрирует себя, понимает. Но, в любом случае, единственное такое, я сейчас должен сказать, форма, ну, не как сказать, то, что нам Пталу приводит, ну, приводит, что отдалиться от лжи, это ситуация, как правило, которая говорит, сама ситуация, она правда, но, тем не менее, она, из нее какой-то есть запах лжи, или не очень... Ну, допустим, есть то, что мне приходит на ум, есть, в тракте Шавод, ряд таких ситуаций. Одна из ситуаций, приводит, наверное, на тракте Шавод, допустим, у меня есть какое-то дело в суде, нужно привести два свидетеля. Один свидетель у меня есть, а второй свидетель у меня нет. Я говорю своему другу, пойдешь со мной, вот, однако ты не свидетельствуй, просто постой там. И мой, вот этот, который ведет со мной тяжбу, он увидит, оппонент, который ведет со мной тот самый, он увидит, что пришел, я пришел с двумя людьми. И он почувствует, что это, наверное, два свидетеля. Это ты не свидетельствуй. И, соответственно, он признается. То есть я знаю, что все правда, что он должен мне деньги. Я привожу одного свидетеля, первый свидетель говорит свое свидетельство. А ты стой, то есть ничего не обманывай, просто будешь стоять там в ряду. Никто же не знает, зачем ты пришел, это просто мой друг пришел, меня сопровождать. И я надеюсь создать такое психологическое давление на моего, в котором я веду тяжбу, чтобы подумать, что, наверное, это тоже свидетель, подумать, что уже сейчас меня это самое обличат, и раньше времени признается. Например, типа такого. Оказывается, что это тоже называется отдалися от лжи. И еще ряд примеров. Только, как правило, отдалися от лжи – это не ложь, это какая-то вещь, которая более-менее правда, однако из нее, тем не менее, вытекает неправда. Итак, наш вопрос. Что это значит? На чем это основано? Какая идея? Какой смысл? Возвращаюсь немножко к глубокому смыслу, хотя, несмотря на то, что мы подчеркнули праздник Шавод, это такая внешняя часть истории. Однако в наших уроках мы по ряду причин, на пятом уроке я дал раздуманное объяснение, часто делаем такие углубления. В любом случае, мы сейчас поймем, что такое отдалися от лжи. Для этого нужно понять, в принципе, что такое ложь на одной ноге, насколько это можно понять, тоже можно было целый цикл уроков этому посвятить. Что такое ложь в призме Торы, в глазах Торы? Оказывается, что есть в Перке Авуд, в Получении Отцов, в последней, первой часть, последняя Мишна. Говорит следующая вещь. Говорит, что мир этот стоит на трех вещах, или, по крайней мере, Миткаем, или Омей, это зависит, есть несколько проблем. На трех вещах, что это три вещи – правда, суд и мир. Это я сразу по-русски говорю. Объясняют все комментаторы, что основной смысл, что эти три вещи, они являются духовным топливом, который ведет этот мир. Это духовное, в отличие, например, от Тора, молитва и добрые дела, которые тоже в начале первой части Перке Авуд приводятся, что это тоже на этих трех вещах стоит мир. Однако там смысл, что это три вещи – цели, для чего этот мир существует, для чего он существует. А это три вещи, которые духовное топливое вещь – это правда, суд и правосудие, правильно можно сказать, и мир. И почему эти три вещи, в чем смысл? На одной ноге немножко сюда войдем. Оказывается так. Оказывается, что, это мы знаем уже, тем не менее, я приводил один раз, сейчас я тоже это скажу, что Творец этот мир ведет. То есть этот мир не мы управляем им, а мы, в принципе, Творец знает, куда он ведет это, к чему он ведет этот мир, и этот мир ведется. Единственное, каждый человек, он может быть либо партнером Творца, либо, знаете, вид оппозиции. Тем не менее, даже если он займет вид оппозиции, как бы форму оппозиции, против, ведь все равно творятся, воспользуются его оппозиции, все равно поведет мир свой в целом, как нужно, и по своей траектории, по своей задумке, как это идти. Как он задумывал вести этот мир. Это определенного рода такую, я беру вырезку из вот этой идеи. Что нам важно, что, в принципе, каждый человек, когда он идет по этому миру, он может идти, грубо говоря, правильно. Правильно – это по-простому по Торе, по желанию Творца. Но может идти неправильно. Такое немножко, тоже, утрированное, простое понятие. Оказывается, что человеку причиняет неправильно идти? Какие причины, которые толкают, причиняют человеку идти неправильно по этому миру? Оказывается, так. До того, как я войду в эти причины, даже я не буду их очень сильно разбирать, что нам важно знать, какая разница идет человек правильно или неправильно. Оказывается, так, что если бы каждый, грубо говоря, человек шел правильно по этому миру, то получается, что все, что в замыслах, как творится, идет этот мир, весь мир был бы, грубо говоря, идеальный. И на личном уровне, и на уровне человека, потому что все бы, все желания, они бы совпадают, желания от Творца, желания от человека, желания от всего человечества, все, как бы, идут, как по горке катая, когда человек тут катался, ну, а сразу съезжают без какого-то трения, без каких-то проблем. Вся проблема, все, как бы, все зло, оно начинается из того, что есть определенного рода, как бы, противодействие, трение, и против того, как творец задумал этот мир. Из этого выходят различные вот эти казусы и на личном уровне, и на общественном уровне, и на мировом, на всемасштабном уровне всего мироздания. Поэтому оказывается, что каждый человек на своем личном уровне, настолько, насколько он идет прямо, просто, правильно, настолько он и в своем, как сказать, личном пути выигрывает, настолько он свою лепту вносит в то, чтобы этот мир шел прямо, и развивался правильно по замыслу творца. Оказывается, что является, что, в принципе, тормозит, и какие причины, что человек идет по этому миру неверно, что какие-то заблуждения у него, спотыкаются, какие-то есть проблемы. И в духовном плане, и даже в материальном плане. Какие основные проблемы? Оказывается, основных проблем несколько, я не буду ходить в все. Однако мы знаем уже, что центральная проблема – это дурное начало. Это задумка творца, и это в определенном ракуре задумка творца – дать человеку вызов, дать ему преграду, чтобы он ее поборол, и таким образом. Вот, я здесь ставлю три точки, потому что более-менее это мы знаем, по крайней мере, к этому мы относились. Оказывается, нам говорят мудрецы, вот, Рапинахман пишет это, очень сильно подчеркивает, что есть вещи, которые еще больше мешают человеку, больше, чем Ецерара даже. Вот, в принципе, самое большое… Ецерара, он на втором месте. На втором месте – причин, которые, как сказать, причиняют человеку зло в этом мире. А на первом месте – это другой человек. Оказывается, что самое большое… То есть, если бы не было другого человека, если бы человек был сам, он бы даже, не даже несмотря на Ецерара, на всякие проблемы, на всякие незгоды, он бы всегда как-то условно, эмпирически находил бы правильный путь. Или неправильный, или близкий к этому. Самое большое, что человек в этом мире, как бы сказать, мудрец, как-то сказать, путает, 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 пудрит ему мозги, дает ему неправильно идти по этому миру. Это другой человек. Я в это не вхожу, однако, он чувствует это все более-менее просто… Какой-то совет. Оп! И человек повернул, остался, сыгрался, пошел в другом этом сам. Или вдруг он что-то увидел, как будто завидует, пошел за ним. Или вдруг, я не знаю, какие-то причины, я специально не хочу, это у нас добирать время, это цельный разбор, я хотел на одной ноге это все объяснить. Вот. Важно знать, что другой человек, это, в принципе, самая большая проблема, что человек не идет прямо, это другой человек. Опять же, это не значит, что мы списываем все на других людей. Однако, самый факт, что больше всего человеку пудрят мозги, я не хожу подходящих на русском слов, потому что не приходит на ум, я более-менее говорю. Я не знаю, насколько это точно отражает, адекватная донкость. Однако смысл, больше всего, что человеку пудрит мозги, то, что его сбивает с толка, что его сбивает с правильного пути, это другие люди. Поэтому, в принципе, это духовная идея всего существования, всего функционирования этого мира. Поэтому человек должен знать, по крайней мере, быть информирован, что это так. А дальше уже стараться, это, в принципе, отдельный разбор, отдельный, нужно учиться и понимать, как, тем не менее, человек обязан быть с людьми, он не может убежать. То, что из-за гостей, творец создал человека так, что желание Творца, чтобы люди были вместе, чтобы они контактировали, взаимодействовали. И, тем не менее, больше всего, что человек сбивает с правильного пути, сбивает с толка, это другие люди. Для этого, в принципе, Творец заложил в этом мире, в его, как бы, теперь мы обращаем, может, более-более понятно, что Мишну, как-то, с которой мы начали, вот, заложил такое духовное правило, что этот мир, для него такое, духовное топливо, это вот эти три вещи. Три вещи, если они будут выровнены, если они будут, так сказать, выполняться людьми, если они будут осуществлены, будет осуществлено их духовное функционирование без сбоя, то это, по крайней мере, очень сильно ослабит вот эту вот проблему, воздействие человека один на другого, что его путают от прямого, от того, чтобы идти прямо по этому миру. Что-то это три вещи, оказывается, три вещи просты. Правда, суд, правосудие и мир. Если будет мир между людьми, то есть очень сильно уже, по крайней мере, убирает различные проблемы. Вот. Если будет правосудие, то даже несмотря на то, что всегда есть ситуации, когда есть какой-то спор, однако всегда будут по Торе и будут определенного рода люди, у которых есть авторитеты, которые могут решить, ты прав, ты не прав, ты должен ему заплатить, ты должен так сделать, ты должен ему уступить и так далее, и так далее. Вот. Это как бы снимает определенного рода, так сказать, трение между людьми, определенный процент. Вот. И последнее, это правда. Что в тот момент, когда люди будут идти, как бы, как... Очень часто мне нужна информация для того, чтобы сделать новый шаг в мире, как весь этот путь, он состоит из маленьких шажков. Для этого мне нужна информация для других людей. Если вся информация или информация, или взаимодействие, или какие-то, как сказать, на уровне, вот, допустим, я общаюсь с другими людьми, на уровне коммуникации, нужны правильные решения. Правильные решения очень часто они основываются на том, что мне скажет другой человек. Вот. Оказывается, что если другой человек мне скажет правду, это тоже очень... По крайней мере, правду. Он, может, запутан, может, сказать... Он может действительно так считать, что его правда такая, однако, тем не менее, он ошибается. Ошибка может остаться. На крайней мере, если это будет всегда правда, то, опять же, это гарантирует, очень сильно снимает вот эти вот проблемы, которые путают каждого человека, когда он ведет по этому... в том пути, который ведет по этому миру. Что-то мы видим, насколько важно, в принципе, здесь такой определенный ракурс, насколько важен вот этот вот аспект правды, что правда – это один из вещей, которые являются духовным топливом нашего мира. Это приведу такой маленький пример. Каждый человек, я уверен, в жизни сталкивался не один раз с этим. Человек находится ни на каком месте. Он говорит, как пройти? И ему говорят направо-налево, туда-сюда запутаривают мозги. Он часто еще больше запутался, чем был. Очень часто человек говорит, не знает, или говорит, примерно, или там еще тяжелее случай, когда просто, чтобы посмеяться. Человек честно тебе сказал, я не знаю, кто дойти. Или я знаю, что нужно идти прямо, а там дальше спросишь. Объявляет всякий направо-налево. Вот простой такой трениальный пример, однако вот такой чистый материальный аналог того, что если бы другой человек запутывает меня, именно на то, что не достаёт этот аспект правды. Это, в принципе, одна из таких понятий, причин, почему важно, почему Торома заповедует правду. Сюда, как бы, жить, идти по этому миру с правдой. Правда, как правило, она имеет приложение по отношению к другому человеку. Однако часто он тоже имеет отношение к самому себе, тоже человек, тоже сам на уровне себя должен найти с правды. Опять же, это не значит, что человек может ошибаться, это другая махлака, другой разбор, отдельный аспект. Однако, тем не менее, нам это не совсем объясняет вот это повеление «отдалиться лжи». То есть, как бы, даже такая вещь, которая правда. Однако, тем не менее, у них запах лжи, Тор и, тем не менее, требует такого отдалиться. Если человек не отдаляется, то нарушает запах и Тор. Где здесь? Грубо говоря, по первому нашему объяснению, это всё правда. От того, что отдалиться, не отдалиться, это, как бы, мы определили, что даже человек, когда мы говорим «отдалиться лжи», даже когда вещь правда, тем не менее из него может как-то выйти какой-то запах. Для того, чтобы просто это прояснить, тем не менее просто используем нашу логику, чтобы какой-то проинформироваться лучше с разных аспектов Тора. Я приведу то, что немножко другого аспекта, а именно следующее. То, что оказывается, что Творец создал так этот мир, что в принципе он хочет, чтобы мы успели, чтобы мы преуспели, чтобы у нас было благополучие, удача, здоровье, успех и так далее. И человек сам это хочет. Оказывается, что мешает. Однако, на это можно по-разному ответить, что мешает. Чисто в техническом плане, что мешает. Оказывается, в техническом плане мешает то, что у человека есть проблема с духовной оболочкой. То есть в тот момент, когда человек будет заботиться, чтобы духовная оболочка была чистая, называется на иврите Таора, Таор, чтобы она была чистая, без пятен, без проблем, Если человек живет с чистой духовной оболочкой, то, как правило, у него нет больших духовных проблем. Я не вхожу, может, как-то из наших уроков где-то на каком-то месте нужно развить, объяснить, почему. Это какое-то скептическое выражение лица у кого-то, я никого не вижу, это нужно пояснить. Однако, в принципе, мудрецам говорят, есть в этом простое объяснение, однако нужно время для этого. В любом случае мы положимся на мудрецов в плане того, что это залог успеха, грубо говоря, в жизни, это в чистой духовной оболочке. Оказывается, в чем основная проблема чистой духовной оболочки? Оказывается, что то же самое, возьмем такой простой аналог, есть духовная нечистота. Есть духовность, которая наполняет человека, соответственно, его духовная оболочка не является чистой. Это, грубо говоря, ему, в принципе, дает проблемы ему самому идти по этой жизни. Жизнь становится более шероховатой, более проблематичной. Мы знаем тоже из мудрецов наших, что все наши простые, материальные, повседневные проблемы аналог их корень духовного планета. В то время, как бы духовный человек чистый, яркий и светит, то проблем у него нет в жизни. Опять же, это немножко все, чуть-чуть утрировано, однако, как бы, идея такая, именно такая. Оказывается, нам передают мудрецы, что основное скопление вот этой духовной нечистоты, оно в мозгу, в мозгу человека. Там корень всей духовной чистоты. И более того, какая основная, грубо говоря, подпитка, через что вот эта духовная чистота, она получает свою пищу, чтобы скопляться и оставаться, и не выходить, через ложь. Мы видим здесь немножко такой внутренний аспект понимания Торы. Человек, когда говорит ложь, мы о том уроке говорили, что человек, когда говорит, он ее вводит, однако ее вводит. Вот эта вот ложь, она, в принципе, на духовном уровне, она человеку дает, наоборот, такое отравление духовное, и отравляет его духовную оболочку. И через то, оно в мозге у человека очень много есть духовная нечистоты, в мозгу концентрируется. Вот, сюда мы видим, что, о, поэтому ложь, она много вносит в духовную чистоту. Однако, даже если есть, то не ложь, а при этом, наоборот, вещь, которая из нее, только запах лжи, то же самое, как запах, он тоже имеет какое-то влияние, соответственно, даже на уровне запаха, что-то, 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 вот это духовное, от духовной нечистоты входит в человека. Соответственно, человек, духовная оболочка не является 100% чистой, или даже менее того. Вот, и, соответственно, человеку более прагматично жить. Поэтому мы видим, что человек творят заботясь о том, чтобы человек жил хорошо, благополучно, успешно, и шел по этому миру только в положительном ракурсе, насколько это можно и зависит от человека. Поэтому это у нас отдалило, отградило от лжи. Я здесь заканчиваю вторую часть, и в основном, в соображении времени. Мы начинаем сейчас третий, десятый параграф. Десятый параграф, это третий час мы начинаем. Это наш последний, это последний параграф, последний, но он очень длинный, 17 пунктов здесь. И маленькая такое видение. Десятый параграф, он, в принципе, занимается одним, влюбленным сценарием, и его раскручивает. Однако этот принцип, грубо говоря, я сейчас расскажу этот сценарий. Этот сценарий является центральной нашей повседневной жизни, и, в принципе, самым центральным приложением всего того, что мы учили, кроме каких-то, может, еще других вещей практических, которые мы здесь и там видели. Здесь будет очень много сосредоточено таких практических советов, практических вопросов, о непосредственных вопросах, которыми мы занимаемся, и, может, даже каких-то ситуаций даже. Все основано более-менее на идеях, которые мы уже знаем, однако, тем не менее, вот, десятый параграф, грубо говоря, он рассматривает такую ситуацию. Первый пункт десятого параграфа мы сейчас начинаем, и мы сразу обрисовываем эту центральную ситуацию, которая будет, в принципе, центральной всего этого, практически всего этого параграфа. Ситуация такая, Абраша видел, как Гриша причинил Мише некоторое зло, пакость, что-то такое плохое, украл у него, сделал какой-то ущерб, обозвал, опозорил. Грубо говоря, назовем это зло, однако, что это причинит? Итак, Абраша видел, запомню, Абраша видел, как Гриша, опять же, извиняюсь за имена, однако, так будем. Абраша видел, как Гриша причинил зло Мише. Теперь, это в нашей жизни встречается очень часто, такой, как бы, трафарет или сценарий. Теперь так, неважно нам, Миша знает про это зло или не знает. То есть, не знает, что он там что-то украл, не знает, что его обозвали, или что какой-то плохой, но это не важно. Дальше, Гриша знает точно, что Абраша, что Миша не исправил то, что он сделал. То есть, что украл, не вернул, или если там опозорил, не извинился, и так далее, и так далее. И Абраша видел даже один. То есть, может с кем-то, а может один, тоже нам не важно. Дальше, цель Абраши – помочь Мише. Помочь Мише, он может только, если он расскажет вот это то, что сделал Гриша другим людям. Опять же, мы сейчас увидим, кому, как. И, в принципе, параграф этот на десятый говорит, что можно это рассказать. Однако теперь мы будем заниматься тем, какие условия, в какой цели, какие детали, или какие-то ошибки в этом, когда ты думаешь, что можно рассказать, на самом деле нельзя, какие-то типичные случаи и так далее, ситуации. Вот, этим мы всем займемся. Итак, я опять подчеркиваю, это для нас резюме, мы переходим сейчас ко второму параграфу, ко второму пункту десятого параграфа. Резюме такое. Абраша видел, как Гриша сделал какую-то пакость Мише, Абраша хочет помочь Мише и хочет это рассказать другим людям о Грише. Каких, что нужно для того, чтобы это можно было позволить, когда это нельзя, и так далее, и так далее. Говорит нам второй пункт десятого параграфа. Сразу мы говорим, что есть семь условий. Семь условий для того, чтобы это рассказать. И просто мы сейчас пройдемся и перечислим эти условия. Большинство всех пунктов, это будет углубление, разбор этих всех условий. Однако в данном случае, если мы берем конспективно этих семь условий. Итак, семь условий. Первое. Это то, что он видел сам, знает это сам, или даже если он не видел сам, однако он выяснил, так сказать, происследовал, и пришел к выводу, что это действительно так. Что действительно, вот этот Гриша сделал зло, какая-то гадость, плохую вещь Мише. Второе условие, что он внимательно проанализировал и разобрался, что действительно это зло в призме Торы, в соответствии с законом Торы. Что действительно, по Торе, это действительно такая вот плохая вещь, которую он так считал, видел, знает, углубился и понял. То есть сейчас мы относимся к тому, что он видел это, допустим, видел точно, однако важна понять, может, ему кажется, что это, ну, мы дальше будем углубляться и поймем какие-то ситуации. Он должен проанализировать перед тех выводами, что да, 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 действительно это зло. Вот. Третье. Только он должен, безусловно, сделать ему выговор, словно говоря, тоха-ха, через несколько, в нескольких уроках, попытаться его побудить Грише, исправить то, что он сделал, насколько это можно. Либо он точно знает, опять же, нужно знать, на чем это основано, мы дальше будем это учить, вот, точно знает, что нет ни у кого смысла делать тоха-ха, критиковать Гришу, пытаться, чтобы он справился. Вот, это тоже, как бы, третье условие, которое позволяет, тогда он это может рассказывать. Четвертое условие, когда он это рассказывает, он не должен ничего не раздувать и не преувеличивать. Более-менее тоже понятно. Так, как ей все рассказать. Пятое. Его намерение только для пользы. Как мы сказали, какая польза? Помощь Миши. То есть намерение только для пользы, и чтобы не было примеси того, что он получает какое-то удовольствие, что он позорит Гришу, или что это какое-то ненависть в отношении Гриши, или месть, и так далее, и так далее. Только польза. Шестое. Что нет другого пути помочь Мише. И это есть разница между, нет другого пути, и между то, что он должен до этого сделать какую-то выговорить эту ха-ха Грише. Почему? Потому что, может быть, что, допустим, видел, как Гриша там что-то украл, однако он видит эту вещь, он может ему вернуть Мише без того, чтобы уходить в проблемы с Гришей. Может вернуть его и ничего не рассказывать, тогда в этом случае, если есть какой-то другой путь, то нельзя. И последнее, седьмое условие, чтобы можно было этому рассказать, опять же, для пользы, сейчас начнем развивать немножко. Это, чтобы он не навредил Грише, про которого он рассказывает, больше, чем если бы это прошло через какие-то судебные инстанции. То есть, если бы он, допустим, видел несколько человек и обратились бы в суд, и Грише бы это самое, призвали бы в суд, и суд бы там что-то такое постановил, допустим, и постановление Х, например. Однако, если он сам расскажет, что это будет более-более Х в квадрате, более-более сложно, то есть более какой-то, более большие проблемы будут у Гриши. Вот, да, это ему нельзя делать. То есть, он может сделать только максимум, чтобы был эквивалент того, чтобы, если это прошло через судебные каналы, но не более того. Это условие. Приходим к третьему пункту, седьмого, десятого нашего параграфа. Вот, третий пункт нам говорит, что есть отдельное условие. Он, в принципе, немножко выходит из этих, однако, тем не менее, Хаписхайм его подчеркивает. А именно, здесь даже Хаписхайм выводит несколько даже положений, сейчас мы попробуем тут уже начнется войти. Вот, отдельное условие, что Абраша, который это видел, хочет рассказать, чтобы побывать Миша, однако, он, по сути своей Абраша, он человек, который не, так сказать, лучше, чем Гриша, про которого он рассказывает. В рамках или в перспективе той вещи, про которую он говорит. Например, если он видел, что Гриша украл у Абраша что-то, то Абраша знает про себя, что он не ворует, что он честный человек, никогда это самое. И он видит, что Абраша, что как-то он его опозорил, Гриша опозорил Мишу, а так он знает, что он людей не позорит, что не страдает таким качеством. Почему это важно, говорит Хаписхайм? Говорит нам Хаписхайм, что если это не выполняется, то, как правило, мудрецы знают тонкости души человека, как правило, если он начнет это рассказывать, даже, грубо говоря, выполняются все эти семь пунктов, однако, на самом деле, он проваливается на пункте, одним из пунктов, это у нас был по счету пятый пункт, мы сказали, что есть намерение только помощи, а здесь не примешиваются никакие личные аспекты. Говорит нам Хаписхайм, что в этой ситуации 100% есть какие-то личные аспекты. Потому что человек, который сам провалится в каком-то грехе, он не видит, грубо говоря, в глубине, что в этом грехе есть какая-то проблема. Поэтому, почему он другого человека получает, он говорит, я хочу помочь Миша, на самом деле, в глубине это не так. В глубине, что либо он какие-то сводит счеты с этим Гришей, про которого он говорит, или какая-то месть у него, или зависть, и так далее, и так далее. На самом деле, это нет, нет у него есть чистая такая позыва только помощи Миши. Это, в принципе, третий пункт. Здесь Хаписхайм делает такое ответвление, я немножко его чуть-чуть развиваю. Здесь такое важно нам знать, что в Торе есть действие, а есть намерение. Это мы знаем тоже в наших законах, мы там и видели. Оказывается, что намерение, оно может очень полярно, очень повлиять на действие, и сделать из одного и того же действия отрицательное и положительное. Мы очень, допустим, видим даже в законах очень часто, даже в простых законах, в Шаббат, например, можно одно и то же действие. Если намерение, там, у человека так, то это будет можно. А если намерение, допустим, есть Борер, я беру такую, такая работа. Если мы берем хорошее от нехорошего, то это можно, а нехорошее от хорошего нельзя. Я говорю, на других, кто знает, знает. Нет, я сейчас не объясняю. Все зависит от того, что человек, что для него съедобное, что для него отходы и так далее. Такой один из примеров. Однако в жизни очень-очень часто это происходит. Поэтому мы говорим, что очень часто, что если человек определен набор человеческих качеств, и люди, даже часто сам человек, не знают, в принципе, есть проявления, если есть действия. Часто человек даже сами, люди другие, не знают, какая корреляция между этим действием и между человеческим качеством. Что может быть, очень часто какие-то, как сказать, кицони, крайние действия, они вдруг свидетельствуют, что на самом деле это все действия, которые человек делает, это были отрицательные. Я не знаю, насколько это понятно, я делал маленькую примеру. Допустим, человек, какой-то старый человек, молодой парень, проходит около этого старого человека, все время с ним останавливается, как дела, там заговаривают и все, то можно это самое, можно вроде бы восприниматься как акт доброты, какого-то, хэсэда и так далее. А потом мы видим этот самый человек, который поносит стариков и к ним так принадлежительно относится и все. Ну, какая для нас объяснение, что в принципе это то, что он делал, это была, я знаю, показуха или какая-то для выгоды, или какой-то внутренний противоречивался человеку, это еще будет тяжелый случай. То есть мы видим, что очень часто какие-то, я на самом деле почему это говорю, я адаптирую некоторые случаи длинные, которые Хрисхэм привел, я так свожу его и делаю просто из него такую выжимку, вот, что в принципе это нам важно на нашу человеку, сам даже про себя или по отношению к другим людям, какие-то действия, они вдруг доказывают на самом деле, что это за человек, какова его начинка. Вот, это в принципе вот это приложение имеет к тому, что мы сказали, мы сейчас подняли, что это самое, что когда человек говорит злословие, вернее нет, как мы сказали, что человек может говорить про другого только если тогда, когда он чист сам. Потому что если он не чист сам, это как бы нам доказывает, что на самом деле не выполняется один из пунктов, пятый пункт, что можно говорить только для пользы, а не для того, чтобы чернить или какие-то сведущие счеты. Теперь четвертый пункт этого параграфа, вот, о, здесь разбирает Хрисхайм, более глубоко входит этот пункт для пользы, это должно быть для пользы, он сказал, человек, образший, хочет рассказать другим про Гришу, который сделал пакость Миша для того, чтобы принести пользу Мишу. Итак, какие здесь какие-то особенности? Особенности первое, это нужно быть уверенным, что слушающий может помочь. Я говорю, слушающий действительно получит информацию, действительно может помочь Миша, а не просто так, что я распространю злословие, позоривающую информацию про Гришу, однако никто не может помочь. Дальше, вот, что, что, что это приведет к тому, один из видов, когда это можно говорить, одно из положительных намерений, что люди отградятся от Гриши, я таким, таким окольным методом работаю, вот, и Гриша поймет, что что-то здесь не то, попытается выяснить, не поймет, что из-за того, что он сделает эту пакость, плохое дело, люди от него отградятся, и таким образом можно будет на него повлиять. Вот. Дальше, вот, теперь говорим нам Хафицкайм, с другой стороны, какие есть ситуации, которые нам запрещают говорить, даже если все выполняется, все эти семь пунктов, в частности, выполняется вот этот намерение действительно для пользы, и тем не менее, то есть намерение Абраши рассказать людям про Гришу, который сделал пакость Миши, для пользы, чтобы помочь Мишу, тем не менее, тем не менее, это будет запрещено, а именно, говорит Хафицкайм так, что есть такая ситуация, что в глазах слушающих, безусловно, это знает Абраши, и понимает, может увидеть и понять, в глазах слушающих это не выглядит, как такой большой грех, или такое большое преступление, и люди скажут, ну, что такое? Получится так, что он, в принципе, для пользы, действительно для пользы, он хочет помочь, однако люди это не воспримут, как такое большое, это самое, большое преступление, и на самом деле, в реальности не помогут, не помогут выручить Мишу. Дальше есть второе ограничение, что если слушающие сами страдают злословием, то получится, что он им расскажет, на самом деле, вот, а на самом деле, поскольку они сами страдают за условием, это очень часто может распространиться, и только очернить Гришу, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, в этом случае, опять же, несмотря на все эти условия, есть запрет. И третье, что если есть опасность сплетен, то есть он расскажет это, расскажет людям, как Гриша сделал зло про Миши, для того, чтобы, безусловно, помочь Мише, однако, тем не менее, есть опасность, что дальше разойдутся сплетни, и наоборот, люди, это то, что он рассказал, это придет к этому Грише, и Гриша увидит, что Абраша про него рассказал, и начинается какая-то заварушка, какая-то, как это называется, склока, спора, вот, в этой ситуации это тоже запрещено, вот. Дальше есть пятая, такая, пятая ситуация, когда, опять же, все выполняется, и тем не менее, запрещено делать, рассказывать, вот, на этом закончим. Пятая, это когда есть опасность, это понятно тоже логически, что есть опасность меньше.